Девочки, доброе утро! Репортаж с места событий. Любочка поднял на ноги, я тоже, Тетти, Мася, Мася спряталась. Девчонки, вы так же уезжаете? Вот там постельное белье, одежда, там и моя одежда, там Мася, там ноутбук. Здесь необходимое, здесь тоже необходимое. Здесь пылесос с собой берем, там еда. Ну, там на перекус чай попить пока. В общем, вот такие дела. Сейчас мы все это с Левочкой спустим, в лифте Михалыч уже машину подгонит, загрузимся и поедем. Субтитры сделал DimaTorzok Девочки, подсолнухи зацвели. Да какие красивые. Прям шапки такие большие. Маленькие. Нормально, по сравнению с Чебаркулем, как у нас на Урале. Там прям малюсики совсем, а тут-то вон какие крупные. Девочки, едем. на объездной, на Славянск, на Кубани, размыло дорогу. И мы в пробке стояли, наверное, полчаса, там идут ремонтные работы. Конечно, движение, это посерьезнее, да, чем мы ехали месяц назад. А там сады, 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 протока. Все, и дорогу поднуло, размыло дорогу. Сады, 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 сады. Что здесь? Ну да. Садятся на Кубани. Садятся на Кубани. Садятся на Кубани. Девочки, ну все, мы добрались, приехали. Надо окно закрыть. Хоть и ветер, а влажность, большая влажность. Я заварила бекланчи, два пакета, потому что с собой ничего не привезли. Персик, сижу и нем, Михаил Чарев, девочки. Михаил Чарев сказал, больше меня не повезет, все, истерики бьются. Короче говоря, я не знаю, что делать. Что? Я не знаю. Все, нафиг ему нужно это, но... Потому что ты неправильный маршрут. Ты Алиса, Алиса, потом давай с ней что-то скандалить с Алисой. Короче, нас Алиса это забыла. Не, ну почему, я что, водитель что ли? Я Алису буду настраивать. Ты если поехал, ты должен сначала настроить, ты должен посмотреть, ты мне все... Я по карте, я по карте. У тебя было подготовки, 3-4 дня подготовки, и ты опять не подготовился. И я осталась опять виновата. Опять встал в 5 утра, всю ночь опять не спал. Все переживает, что-то переживает. Все, скорее гнать, гнать, гнать. Опять заплутали по Анапе. Короче говоря, поехали на Шевченко, не свернули. Поехали дальше на Анапу, на выезд. Там был поворот на Шевченко. Ты говоришь, нет, давай туда едь. Ну я поехал, опять выехали с Анапы, все. Опять все сделали разворот, опять всю Алису набрали. Алиса, давай на Шевченко. Я уже потом, знаете, плюнула. Говорю, Алиса, Ленина, Ленина, давай на Ленина. И на Ленина. Ну правда, хорошо мы здесь выехали, почти нигде не стояли. Нет, тут что, мы пересекали эти улицы, не, не надо. Вот есть это Шевченко, надо карту мне взять где-то в машине. Я говорю, ну что тогда выехали, отлично, все. Ну только мы выехали, поехали на этот, на Новороссийск. Тоже по Анапской мы. А надо выезжать налево, а мы поехали направо и все, и уехали на Новороссийск. А сейчас мы вот опять на эту дорогу выехали, понимаешь? Да тут тут плутать-то негде, тут пять домов, блин, что тут плутать-то? Ничего себе, я сколько тут плутал. Ну сначала поехали на Анап, потом опять обратно. Потом я опять там не там с Анагой повернул. Ну все, короче, Михаил сказал, я больше не поеду, нафиг это надо. Тедди тяжело, Тедди мается, а вот, и все, ему не надо. Я ему говорю, все, оставляешь меня, уезжаешь обратно. Он говорит, не, я без тебя не поеду, я тебя не оставлю здесь. Ну Лева уже четвертого получит права, все, он грамотный парень. Лева грамотный парень, все, Медалыч нервничает, он начинает нервничать. Он уже бдительно, не зря дают пенсию, не зря. Куда им пенсионеров выезжают, два пенсионера-подснежника. У этого очки одеты на дальности, у меня очки вообще не одеты, я ни хера не вижу, что в телефоне. Короче говоря, все, эти навигаторы и все остальное. Как-то мы с тобой нормально в тот раз доехали, спокойненько, а тут ты с утра начал нервничать, начал орать. А ты начала нервничать, я зашел, опять с утра ехать и все. Вчера договорились, нормально все, все, ладно, все, в 6 часов я захожу, с Эдди гуляю, ты собираешься, все мы уезжаем. А у меня только сон, потому что я уснула, пол третьего я только уснула, у меня опять недосып, у меня опять нервы, все, это капец. Вот с тебя и началось все. Все, опять все, с меня начинается. Ты виновата. Я виновата во всем, во всем виновата только я. А кто? Все, включили кондиционеры в квартире, прохладненько, нормально все. Михалыч свое вино допивает, сидит, пьет винцо, сейчас пойдем за креветочками, за мясом или просто в магнит сходим. Ну ты же креветок хочешь, барабульки. Покупаться. Иди купайся, ты же покупала? Я в ванной искупалась. В общем, девочки приехали, короче говоря. Все, сидим. Покупаться надо завтра с утра. Ну и фруктика, на фруктиках сходить купить. На обратном пути поедем, обязательно наберем дыни и арбузы. Все, ярмарки начали торговать по обочинам. Все, арбузами завалено, светлые, темные арбузы. Ну там на рынках. Ну рынки, на обочинах рынки такие стоят. Вот, и все завалено прямо девочкой арбузами, дынями, все завалено везде. Охота будет взять. Это ужас. И прямо так заорал, что я прямо все. Я сказал, открой мне двери, открой мне двери у машины, открой мне двери, останови машину. Тут машина летит, тут машина летит. Останови машину. Конечно, я затормозил. Останови машину, я выйду и я пойду по обочине. Сама, пешком. Все. Обратно пойдешь, я буду ехать, а ты пойдешь. Не надо ехать. А что? Спокойно садишься и уезжаешь. Куда? А я тихонько стоячка иду. Девочки. Как мы ехали через эти холмы виноградные. Мы остановились, думали, Тедя в туалет сходит. Нет, жарко, он не может. Эти виноградные холмы пахнет. Вышли, ароматы стоят шикарные, ароматы, трава, вот отцветают травы. Медом, вот пчелами, прям медом пахнет. Я прямо, знаете, открыли окна, ехали, у нас еще что-то с кондером в машине. Он, знаете, гонит теплый воздух, девочки, не холодный. Какой теплый, с утра вообще холодный гнал. Потом уже машина просто нагрелась и воздух нагрелся. Он не успевает. Не может быть такого. В нормальной машине я сажусь в нормальных машинах, всегда охлажденный воздух. Ну, где ты садишься, я по трассе. Я езжу в комфорт, комфорт плюс или бизнес класс. Ну, значит, надо заправить его. В бизнес классе я сажусь всегда прохладненько. Я сижу или еду с комфортом. Хоть я дома, хоть и домой еду с комфортом. А здесь невозможно, тем более с собакой. Ну, покупай бизнес-класс у меня что? Губу закатай в свою бизнес-классу. Рубашечку белую, галку. Ну, ну, да-да-да-да. Рубашечку бизнес-класса. Там таких не берут, там молодые парни все сидят. Таких не берут. Мужчины, так, лет сорок-сорок. Да, вот сидят они в рубашечках. Всегда это... Кстати, бизнес-класс стал дешевле, чем комфорт плюс. И они мне предлагают садить из бизнес-класса. Я сажусь, и там водичка у них всегда стоит. Конфетки лежат. Тедик, съешь конфетку и все. А собакам нельзя сладкое. Это что? Они сразу могут помереть. А я что, Тедди предлагаю конфетку? Говорю, мол, ты говоришь, съешь конфетку, Тедди. Он спит. О, господи, прости мою душу, Греша. Что, уже стакан начал действовать. Действовать, все, да. Это с устатку с дороги. Девочки, он же ничего не успокаивается. Он же, видите, эту полторашку там, ну, ему... Насколько на сегодня хватит, наверное. Наверное. Не, ну ты не набирайся. Мы сейчас пойдем, что ты начинаешь-то. Я чуть-чуть еще с дороги. Кошмар какой-то. С устаткой. В общем, девочки, приехали, все. А вот что ты делаешь? А я это... Я же забыла. Вот как уезжаю. Я забыла. У меня здесь, как бы, одежда есть. Ночнушки есть. И манюсить-ка сидит, моя девочка. У меня здесь и дезодоранты есть. Я еще привезла. И туалетная вода у меня здесь есть. И палочки. Я еще палочки. У нас же еще в машине целый этап. Сереж. Сумка. С постельным бельем. Вот я, девчонки, купила вот эту вот новую. Новую купила вот эту вот подставку. Новенькую. Попробую запилить перимой эфир. И вот здесь вот как раз она будет хорошо стоять. Все, я могу ее прикрепить. Вот эта вот подставочка идеальна будет. Я ее с собой взяла. Так, это тедины. Салфетки. Уход за глазами и ушами. Собаки-кошки. Так, есть ее смоделирующую пасту. Вот для укладки волос. Естественный блеск. Сейчас волосы подсохнут. Пасту я уложу и пойдем. В общем, вот такие дела, девочки. Все. Не взяла для волос ничего. Ни масла. Ничего не взяла. Так у меня здесь вот эти корейские. Корейские. Я вот эту желтую достала. Там сыворотка. Я прям на волосы девочки намазала. На волосы. Блеск. Блеск мягкий. Сразу уложил. Прямо идеально. Шикарно прямо. Боже мой, как они мне нравятся. Вот эти вот. У меня их нету. Я их как-то здесь оставила. Я их почти вот уже вторую вымазываю коробочку. Вот эти сыворотки, девчонки. Масла и сыворотки. Обалденные вот эти корейские. На Валберис выписывала. Но мне кажется, первые были хорошие. А сейчас они уже застоявшиеся, что ли, не знаю. Потому что вот эта капсула очень тяжело стала открываться. А те капсулы открывались просто великолепно. Зеркало. Еще не принесла. Взяла зеркало в этот раз. Своё. И я планирую сюда сходить к Насте. Парикмахерскую. Покраситься, да. Мои духи. Любимые. Чё-то ты плохо гостя-то встречаешь. Я думал, ты мне в ресторан сводишь. А ты мне бекланч. Корм. Тейдин. По закуску. Ай. Да? Ай, девочки, точно. Чё это такое? Стол. Стол называется. Бекланч. Бекланч. Ты меня позоришь. Одна колбаска, хлеб. Мама, ты меня позоришь. Яиц наварила вчера. И тейдин корм закусываем. И тейдин корм закусываем. Сидим. Представляете? Да. Не, хорошее вино. Вино хорошее. Я выпила немножечко, девочки. Ну, немножко, прям чуть-чуть совсем. И чувствую, что уже всё поплыло. Больше не будешь? Не буду больше. Меньше не должен. Не буду. Нет. А потом состояние такое противное. После этого. Знаете, вчера так тяжело было вообще. Надо просто пить каждый день. Нет. Это вообще не про меня. Ой, как я соскучилась по этим духам. Ммм, вкусные какие. По вину, да. Смотрите. Смотрите.